Всем привет, с вами Светомир. Сегодня мы покажем, как коту закапывать уши, убирать клеща и лечить его. Прежде чем, чтобы не было проблем, если боитесь, что кот поцарапает или еще что-то, его нужно завернуть в какую-нибудь тряпку, пеленку или еще что-то. Как маленькую ляльку, здесь вот у нас шипер лежит на столике, очень удобно, мы его так вот ложим и держать ему обязательно голову, чтобы он ушами не вертел потом, головой трясти начнет, и прижимать, где он укутался. Прежде чем закапать, мы капаем недорогим дешевым средством, прежде чем закапать, уши нужно почистить. Нужно очистить от жизнедеятельности клещей, чешуек, уши должны быть чистые. На сухую ухо чистится плохо, поэтому лучше ватный тампон смочить перекисью. Просто прокручивая, прокручивающими движениями чистите ухо. От двух до пяти или шести капель, в зависимости от размера животного. Закапываем в ухо, раз, два, три, ну мы три капельки сделаем, и в другое ухо. Раз, два, три. Теперь, чтобы все распределилось, уши складываем пополам и массируем. Там булькало прям, там прям булькает. Все распределилось. Нужно держи его. Вот у нас ассистент не справляется. Все, теперь кота, главное, чтобы он не встряхнул все это дело, потому что жидкость ядовитая. И детям нельзя маленьким с котом играть. И домой его запускать в печенье, потому что он берет все топ. Закапываем коту на пятый день уши. Уши чистые, поэтому и свечи еще. Раз, два, три. Держи, держи уши сейчас. Раз, два, три. Закапали и помассировать, пополам сложить и помассировать. Чтобы лекарство распределить. Кота на сутки лучше убрать из дома, если в своем доме живете. Чтобы он не лез ни на постель, ни к детям маленьким. В сутки лучше убрать гуру.